О том, что Россия намерена возобновить авиационные полеты в другие государства, стало известно 24 июля. Сообщил об этом глава правительства РФ Михаил Мишустин. Он добавил, что властями была оценена эпидемиологическая ситуация в тех странах, в которые смогут поехать россияне с 1 августа, пока что известно о возобновлении авиационного сообщения лишь с трех государствами – Великой Британией, Танзанией, Африка и Турцией. Ожидается, что самым популярным направлением станет Турция. Попасть в иностранные государства туристы смогут лишь из трех российских городов – Москвы, СПБ и Ростова-на-Дону. Аэропорт в Ростове-на-Дону был открыт для того, чтобы быстро и дешево летать на курорты Турции. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, восстановление работы аэропортов после карантина позволит вернуть из других государств всех граждан страны. Как известно, из-за закрытия границ многие российские туристы остались за пределами РФ. Часть из них удалось эвакуировать, однако некоторые все еще не могут вернуться домой. С какими еще странами откроет граница Россия то, что список разрешенных для посещения стран в дальнейшем будет расширяться, заявила заместитель премьер-министра РФ Татьяна Голикова. Благодаря тому, что Россия демонстрирует позитивную динамику распространения коронавируса, все больше стран будут готовы на взаимных условиях открыть границы. Расстроила российских туристов глава Ассоциации туристических операторов Майя Ламидзе. В интервью журналистам она заявила, что россиянам не следует ожидать снижения цен на авиабилеты. Несмотря на открытие границ, перелеты все еще будут очень дорогими. Майя Ламидзе назвала страны, с которыми предположительно Российская Федерация вскоре откроет границы на взаимных условиях. В перечень Папа Ликуба, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Мальдивы, Мексика и Доминикана. Ранее власти этих стран заявляли о желании разрешить российским туристам посещать их. Спасибо за просмотр данного ролика. Я очень старался и все ради вас. Пожалуйста поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями и родными чтобы все были в курсе. Всего доброго, пока! Субтитры сделал DimaTorzok